Доброе утро, страна! Ежегодно, 8 апреля, в Беларуси свой профессиональный праздник отмечают сотрудники военных комиссариат. И по этому праздничному поводу мы рады приветствовать в студии Доброе утро, Беларусь, военного комиссара Заводского района города Минска, полковника Николая Филанюка. Доброе утро! Здравствуйте! Николай Николаевич, очень рады вас видеть в студии. Примите наши поздравления абсолютно искренне. И хочется, знаете, пользуясь случаем, поговорить вот о вашей личной истории, вот на вашем личном примере. Расскажите, каким был ваш путь в армию и как вы стали военным комиссаром? Свой путь в армию я начал в далеком 2001 году, когда стал курсантом военной академии Республики Беларусь. Далее 5 лет учебы, я офицер, выпуск. И первое место офицерской службы это 651-я отдельная радиолокационная рота 8-й аэротехнической бригады. Эта часть и ее командир, с которым я до сих пор общаюсь, закалили меня как офицера. Слепили меня. Далее я с 2012 года уже продолжу службу в военных комиссариатах. Там учеба на командно-штабном факультете, возвращение в военные комиссариаты. И с 2019 года я военный комиссар заводского района. В общем, мы вас и поздравляем. Спасибо. А за что вы любите свою работу или все же службу? Ну, наверное, скорее всего службу. В первую очередь службу ценю за возможность самореализации, возможность общаться с людьми ежедневно, помогать им, быть полезным обществу. Это правда. Но мне вообще, мне кажется, что люди гораздо более мотивированные, когда у них есть определенная цель. Они понимают, ради чего вообще все это происходит. Да, конечно, мотивация. Значит, призыву подлежат граждане, достигшие 18 лет, и которые не имеют оснований для освобождения, либо для предоставления отсрочки от призыва. Все основания указаны в законе о воинской обязанности, воинской службе. Но основные из них, основания для отсрочки, это по состоянию здоровья, для продолжения образования и по семейному положению. Это наиболее такие весомые и значимые основания. Николай Николаевич, а вот как часто в беседах с призывниками вы слышите, я хочу служить, и какая мотивация этих людей? И может быть, в каких-то войсках особенных они хотят почему-то служить? Вы знаете, действительно, сейчас слова «я хочу служить» стали звучать чаще. При проведении призывных комиссий мы, как правило, задаем призывнику в адрес подразделника вопрос «Готов ли ты служить?» И слышу уверенно и четко «Готов». Всегда готов. Значит, ребята, конечно, мотивированы, наверное, больше мотивированы. Это мотивация, заслуга, наверное, больше тем, что в государстве проводится полномерная и такая пошаговая работа в сфере идеологии. Ну и, конечно, печальный опыт соседей тоже дает о себе знать. Вы совершенно правы. Более того, вот в белорусских школах вернули военруков, да, и вот все больше появляется военно-патриотических классов. Все-таки это влияет, разумеется. А вообще вот на вашем личном опыте, как правильно говорить с молодежью? Через какие способы? Да, мы понимаем, что сейчас очень развитой интернет, да, и социальные сети. Вот как привлекать молодежь в армию в хорошем смысле этого слова? Ну, сейчас с ребятами, с молодежью проводится разноплановая работа. Конечно же, используются активно это социальные сети, интернет, но нельзя забывать и про личное общение. Поэтому нет открытых дверей в части, где ребята могут пообщаться с солдатами, пообщаться с офицерами, посмотреть, что такое столовая, там, баня солдатская, что такое техника, оружие. Встречи различные с ветеранами проводятся тоже для них в школах, уроки мужества, много проводятся мероприятий. Ну, допустим, я для себя при планировании, при организации, проведении этих мероприятий основной целью ставлю это рассказать ребятам, что армия – это часть общества, что это хорошая школа жизни. И, скажем так, основная цель этой вот встречи – это чтобы ребята после нашей встречи не боялись армии, не боялись военного комиссариата, а шли туда со спокойной душой и с открытым сердцем. Это часть взросления гражданина. Это точно. Честно говоря, вот вы сейчас сказали, вы прямо меня убедили, что даже я готова пойти в армию. Но тем не менее, актуален ли еще вопрос у клонистов и как он решается? Да, к сожалению, вопрос у клонистов сейчас актуален. Есть основные два направления их решения – это проведение разъяснительной работы и проведение работы по привлечению к ответственности. Вы знаете, что из своего опыта тоже скажу, что удается достучаться до большинства призывников. Но все-таки бывают те, которые считают, что ответственность их не коснется. К сожалению, но факт. К сожалению, да. Ну, разумеется, вы же не только призывниками занимаетесь. Вообще, что входит в поле вашей деятельности? Чем занимается военный комиссар? Ну, вообще, военный комиссариат – призывная работа – это только часть наших, скажем так, функциональных обязанностей. Очень много у нас связано с воинским учетом, с мобилизационной работой, с работой с различными категориями ветеранов, ведомственных пенсионеров, работа с местной властью. То есть вы постоянно в коммуникации находитесь, да? Постоянно в коммуникации. Это же тоже очень важно. Да, вообще, да. Это не только призыв. И все же я хочу вернуться к армейскому призыву. Какую специальность могут получить там наши ребята? Для меня самая главная специальность, которую могут получить ребята – это стать достойным гражданином, влиться в общество, научиться вести себя в коллективе. А то, что это пригодится на гражданке. И, конечно же, рабочие специальности – это водитель, слесарь, крановщик. Вот такие специальности могут получить ребята. Которые пригодятся в жизни, естественно. Однозначно пригодятся. Николай Николаевич, у нас буквально минута остается до завершения нашей беседы, но у нас очень есть важная миссия. Вот что бы вы сказали родителям, у которых дети призывного возраста, которые, знаете, немножко, как всегда, переживают по этому поводу, боятся, что что-то пойдет не так. Вот как можно их успокоить, поддержать? Вот какие слова найти? Камера номер один. Почему важно и нужно служить каждому гражданину страны? Первое, что хочу сказать родителям, что, да, это для них определенное испытание. Отпустить ребенка на службу. Каждую призывную кампанию я вижу мам плачущих, даже папы, бывает, иногда слезу пустят. Это нормально, это хорошо, наверное, да. Ну, бояться не надо. Ребята ваши будут в надежных руках, в руках профессионалов. Задача этих профессионалов подготовить из вашего мальчика мужчину и, скажем так, защитника отечества. Поэтому бояться этого не стоит. Вы знаете, я после того, как призывники увольняют, военнослужащие увольняются в запас, они обязательно приходят в военный комиссарят. Поэтому, в принципе, всех мы их встречаем, видим. Они проходят, скажем так, обязательный этап постановки на воинский учет. Я вижу этих ребят, это совсем другие уже ребята, это практически мужчины. Они повзрослели, стали статными такими, крепкими уже. Зрелыми внутри. Зрелыми, да. И знаете, что очень такой трогательный момент. Часто они приходят благодаря тех моих работников, которые направляли их на службу, на срочную службу. И часто я вижу их с цветами. Цветы для мам, для девушек. Это действительно... Казалось бы, просто цветы, а как много это значит уже в мужской психологии. И о многом говорит. Это правда. Это правда. Николай Николаевич, у вас есть еще и возможность поздравить всех своих коллег с праздником. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с праздником, с днем образования военных комиссариатов. Желаю вам, чтобы ваша работа делалась легко, чтобы здоровье вас не подводило. Друзья, сослуживцы и коллеги вас поддерживали. Большое спасибо. Николай Николаевич, мы хотим, пользуясь случаем, конечно же, вас тоже поздравить и всех ваших коллег. Знаете, вот еще очень важно, когда у тебя есть определенный стаж и опыт работы за плечами, в частности, как у вас, понять вообще, а в чем смысл? Да, вот как известная есть фраза «в чем сила», а в чем смысл этой работы? Как вы для себя определяете? Ну, для меня смысл моей работы все-таки в первую очередь это быть полезным обществу, наверное. Это в первую очередь помочь людям, которые вот где-то сомневаются, не знают, что делать, пояснить, рассказать, развеять их сомнения, да, их неуверенность. То есть вы, получается, отчасти работаете и психологом в том числе? Приходится и психологом работать, да. Какие еще навыки крайне важны в работе военного комиссара? Ну, конечно, это, кроме человечности и отзывчивости, это, наверное, необходимо иметь определенный уровень подготовки, чтобы можно было и правильно подсказать человеку, и направить его мысли и, скажем так, действия в правильное русло. Большое вам спасибо за такой прекрасный, хороший разговор. Я надеюсь, что по ту сторону экрана сейчас многие молодые люди захотели пойти в армию и отдать свой долг Отечеству. Мы поздравляем вас еще раз с праздником и напоминаем, что сегодня у нас в гостях был военный комиссар заводского района Минска полковник Николай Филанюк.